Всем привет! Вы на канале Chaplin Collector и сегодня наш выпуск будет посвящен странным киндерам из России. Сегодня мы с вами будем рассматривать серию прилипучек. Я думаю, что вы все их видели в магазинах и все удивлялись, что это за коллекция. На самом деле эта коллекция достаточно странная, необычная, потому что в ней собраны 4 серии из обычной сборки. Две серии, которые идут в так называемых яйцах со слоником, то есть сборка актуального сезона. Одна коллекция прошлогодняя, это помните такие человечки, два тоже с прилипающим механизмом. И последняя коллекция самая интересная. Дело в том, что в других яйцах она у нас не попадается, да и в этих попадается не полностью. Сейчас будем разбираться подробнее, сначала посмотрим на коробку. Что мы здесь видим? Яйцо Kinder Surprise, ящерица, которая оживляется в Apple ID. Подробности на сайте kinder.com. Та самая ящерица, которая нарисована на обложке. Вот эти вот космонавты прошлогодние и вот та самая серия, которая нигде больше не попадается. Все 8 игрушек также изображены и на коробке. Две ящерицы, два человечка, которые меняются лицами. Прошлогодняя серия с космонавтами и новая коллекция. Но, честно сказать, я слышала, что вот этот вот белый космонавт так в России и не замечен. То есть он нарисован, этот попадается, а этот не попадается. Красного космонавта вы можете увидеть прилепленным на коробке. Дело в том, что я его нашла на дороге, когда ходила в магазин и он стоял на декоративной части магазина. Он стоял там 4 дня. Я решила, что раз его никто не забирает, заберу-ка я его. Если он нам сегодня не попадется, по крайней мере, я вам смогу показать игрушку. Но сначала мы с вами откроем 6 яиц, которые я купила. Изучим сам kinder. Здесь у нас нарисована ящерица только одного цвета, то есть обложки у всех одинаковые. Также есть, видите, то ли это лапки ящериц, то ли как будто бы кляк, вот эти вот при липучке. Игрушка-липучка внутри. И написано, что это киндер-сюрприз. Маркировка моих яиц от 24 января 2023 года. Я купила всего 6 штучек, потому что практически все игрушки у меня есть. Не хватает только одного из прошлогодних космонавтов и, в принципе, не хватает только новой серии. Но посмотрим, что нам сегодня попадется. Откроем первый киндер. Взвешивать я их не буду. И обратите внимание, здесь у нас оранжевая капсула. То есть считается, что это серийная игрушка. И это как бы такая серия. Я вам покажу еще в конце одну игрушку из коллекции для девочек, которая тоже подошла бы в эту серию. Но она нам сегодня не попадется. Посмотрим, что первое. И тут же нам попадается новая игрушка. Классно! Слушайте, не зря я купила их, потому что, во-первых, ну, у меня же не было вкладыша. Но, во-вторых, мы с вами на нее посмотрим. Что же это такая за серия? Это коллекция из подсерии Space Mission. Я знаю, что она точно попадается в Америке. Возможно, в Германии тоже. Эплейду. И вот таким вот образом выглядит обратная сторона. Можно отсканировать. В коллекции две игрушки и какой у нее функционал. Ну, вот этот вот скейт, можно так сказать, да? Сейчас я покажу вам. Вот эта вот штучка, она имеет липучку. Ее можно намочить, прикрепить к стене. Соответственно, можно ставить человечка этого космонавта либо на нее, как на доску, либо можно прикреплять к спине. То есть вот таким вот образом. И все это дело можно прикреплять на кафель. То есть это такая игрушка для ванной. Кстати, знаете, чем удобно, что у меня их два? Тем, что я могу сразу показать оба функционала в одном кадре. Это очень здорово. Смотрите, это такой астронавт. Давайте мы его сначала отсоединим, которого можно поставить и без подставки, потому что отверстие у него в ножках. Вот таким вот образом он выглядит. Ножки матовые, тело глянцевое, ну, то есть торс глянцевый и прокрашена маска, шлем. С обратной стороны есть отверстие для того, чтобы вставить вот этот вот щит. То есть, видите, тут штыречек есть и все. И в ножках есть. У щита есть штырьки для ножек по бокам и центральная для спины. С обратной стороны вот такая вот липучка. Она очень хорошо липнет. И, я так понимаю, какие-то турбины, которые изображены. Давайте попробуем сначала поставить на ножки. Соответственно, доску мы мочим и он прилипает к стене. Ну, а второго можно поставить вот так вот. Очень удобно, так что оставлю себе обе фигурки. Будет одна в таком положении, другая в другом положении. У меня есть вкладыш. И с учетом того, что белый космонавт не попадается, можно сказать, что коллекция собрана. Кстати, напишите в комментариях, если вдруг кому-то белый космонавт попался. И осталось мне найти еще одну игрушку, которую у меня нет в коллекции. Надеюсь, она нам тоже попадется. Ну, а мы будем присыпать к следующему яйцу. Может быть, там что-то необычное попадется. Следующий киндер. Беззвучный абсолютно. Тоже оранжевая капсула. Чуть-чуть иногда что-то трясется. И нам попадается повторка. Рано я обрадовалась, да, что у меня их два. Следующий киндер. Тоже беззвучный пока. Тут вообще ничего не трясется. И мне попадается, к сожалению, повторка. Это те самые космонавты, которых мне не хватает, но в другом цвете мне их не хватает. Давайте достану вкладыш, потому что я свой не приносила. А вот космонавтов покажу своих. Вкладыши старые, ничем не изменились. Из прошлого сезона, то есть тут мама с мальчиком по-прежнему играют. Это Go Move. Маркировка VU 186A. Мне, видимо, нужно 186B. И у них такой же функционал. Они прилипают. И также их можно связать веревочками, как будто бы они друг другу помогают. Ну, то есть можешь один висеть на другом. Как будто бы он в космосе, в невесомости и так далее. Давайте покажу вам своих. Я их еще когда достала в том обзоре, которым показывала, связала. Смотрите, можно их так вот вешать. Можно их склеивать пузиками. То есть у них резиновая вот эта вот часть, она прозрачная. Таким вот образом она выглядит. Можно их склеивать между собой. Вот так вот. Можно их приклеивать к стене каждого отдельно. А можно одного приклеить, а другой будет висеть. Посмотрим на них поближе. Я думаю, что вторая парочка отличается только по цвету. И видите, такое ощущение, что они ползут по стене. Очень интересные вот эти вот, видите, прозрачные резиновые детали. Есть и снаружи, но снаружи они не функциональны, насколько я знаю. Это, к сожалению, повторка. Я очень надеюсь найти вторую парочку. Для этого у меня есть еще три попытки. Достаточно звонкая. И, конечно же, попадаем удачу. Так это явно не оно. Добыть красмонавтом. Нам попадается ящерица. Зеленая. Их две. Ящерицы уже выходили в этом сезоне. И здесь у нас уже вкладыш нового образца. Таким он образом выглядит. Маркировка в виде 224А. Вторая будет 224Б. И у этой ящерицы уже более скучный функционал. Она только прилипает. Но зато она состоит аж из трех деталей. Я не буду собирать эту. Достану свою. Ящерицы между собой тоже одинаковые. Только одна голубая, другая салатовая. И желтые резиновые детали также есть снаружи. И вот такая вот функциональная резиновая деталь желтого цвета для того, чтобы прилеплять ее к стеклу или к кафелю. Она внутри полая. И достаточно простенькая, но при этом очень миленькая. И очень похожа действительно на ящерицу. Мне нравится. А вот глазки у нее не прокрашены. Мне уже даже интересно, что она попадется в двух оставшихся яйцах. Будут ли еще повторки. Надеюсь, повторок сегодня не будет. Мне кажется, это не ящерица. Очень хотелось бы, чтобы это были вторые космонавты. Чуть-чуть трясется. И нет, это человечек. Кстати, зеленого цвета. Мне зеленый еще не попадался. Но у меня еще сборка для девочек. Я думаю, что там он мне мог попасть с собой. Ну, да ладно. Посмотрим сейчас. Это тоже сборка этого сезона. Можете отсканировать. С одной стороны у нас тут пожарный. Тут будет несколько карточек. Так, вкладыш без инфочасти. Тоже новый. Веди 227. И давайте посмотрим, какие карточки здесь. Ну, и человечка лучше показывать сразу вживую. Чем мне нравится эта игрушка, что ее можно собрать в нескольких экземплярах и сделать разных человечков, чего я, собственно, и делаю. Зеленый мне еще не попадался. Вот сюда вот будет вставляться карточка с лицом. Сюда карточка с тела. А вот эта вот резинка служит только для прикрепления к стене. Ну, или к зеркалу. Сейчас покажу карточки, которые мы сегодня закрепим. Они двусторонние, но, скорее всего, я соберу себе целых 4 штучки. У меня уже есть 2 фиолетовые. Может быть, уже и не 2. Нет, по-моему, 2 фиолетовые. И теперь сделаю себе одну зеленую пока. Есть вот такая вот девочка-астронавт. Мальчик-водолаз, мне кажется. Пожарный. И еще один астронавт. Кого мы с вами сделаем? Кто у нас? Ну, давайте сделаем пожарную, потому что он нарисован на коробке. Пускай у нас будет самый классический вариант первым. Пожарный готов. Смотрите, как он теперь выглядит. Достаточно забавно. И я решила достать еще фиолетовую. Здесь у нас принцесса. Таким образом они выглядят в паре. И таким образом отличаются с обратной стороны. Просто цветом. По форме они абсолютно одинаковые. Но ими прикольно играть и классно ставить на полочку. Привет! Я хочу тебя спасти. Спаси меня, конечно же, побыстрее от пожара. А то мне тут уже так жарко и душно. Так что еще пополнение в мою коллекцию. Осталось открыть последний киндер. Берем. Скрестите за меня кулачки, чтобы мне попались нужные ребята. Потому что нам, в принципе, уже попалось все интересное. Мне не очень нравится, как они трясутся. Надеюсь, это космонавты, а не ящерица. Нет, нам попалась голубая ящерица. Так, ладно. Коллекцию с ящерицами я закрыла во второй раз. Это неинтересно. Она точно такая же по форме, только по цвету отличается. Давайте покажу вам вкладыш для сканирования. Ведит 224. Отсканируйте, а я покажу вам обеих ящериц. Вот она точно такая же. Миленькая, голубенькая. К сожалению, не смогу вам показать космонавта белого, потому что он у нас в России не попадается. И, к сожалению, не смогу вам показать вторую пару астронавтов, которые связаны веревочкой. Синий-красный мне не хватает. Если у кого есть, делитесь обязательно. Обе ящерицы. И давайте теперь посмотрим на все, что нам может здесь попасться. И также покажу вам еще одну серию колечек. Вот все, что у меня связано с этими яйцами на данный момент. Я поставила только двух человечков. Ну, как бы вы поняли, да? Один фиолетовый, другой зеленый. Можно разные картинки к ним крепить. Прошлогодние космонавты у меня только в одном экземпляре. Ящерицы собраны. Белый космонавт не попадается, поэтому тоже вам показать его не смогу. Но в остальном вот что вы можете найти в этих яйцах. Ну, и еще хотела вам показать колечко тоже с прилипучкой. Оно в форме звездочки. Также у него есть вот такая вот звездочка картонная, которая светится в темноте. Ее можно прилепить к стеклу или к кафелю. А можно просто надеть на кольцо. Кольцо лепить к кафелю, наверное, уже не полагается. Хотя это уже кто как придумает. Второй игрушки из этой коллекции у меня нет. И другой сборки с прилипучками для девочек я пока тоже не видела. Возможно, она есть, но мне просто еще не попадалось. Сегодня у нас был очень коротенький ролик, посвященный яйцам с ящерицами. Надо было для галочки его сделать. Надеюсь, вы оценили. Если вам понравился этот обзор, то, конечно же, поддерживайте меня лайками, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ссылки на все мои социальные сети, как обычно, в описании. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok